В семье, конечно, знали, что дедушка, прадедушка воевал, был ранен. Вот эту всю историю, конечно, все знали и всегда не забывали об этом. Также каждый 9 мая портрет дедушки участвует в бессмертном полку. И когда Нина Александровна, администрация, попросили поучаствовать в такой акции, мы согласились. Историю о Кучетко и Сергее Зотовиче бережно собирали по крупицам его правнучки Мария и Анастасия. Сергей Зотович родился 6 октября 1923 года в деревне Борщево Московской области. На войну был призван в октябре 1941 года. Вся его история была связана с Дальним Востоком. То есть по городам в Ханхенголе, на сопках Манчжурия. То есть как раз и у него награда за победу, во-первых, за победу в Великой Отечественной войне и за победу над Японией. То есть весь его боевой путь был именно там. То есть они сначала границы охраняли, какие-то были действия. Но про них, кстати, очень мало в истории мы знаем. И рассказывал он, кстати, мало. Но все ветераны рассказывали очень мало, они не любили тебя поднимать. В наградном листе Сергея Кочеткова было написано. Партии Ленина Сталина и социалистической родине предан. Умело командовал взводом. Инициативный, смелый. Под сильным пулеметным огнем противника в составе взвода захватил две траншеи, чем обеспечил выполнение поставленной задачи. После демобилизации Сергей Зотович женился на Ереминой Валентине Петровне и переехал в дом 11 в деревне Жирово. Они жили счастливо и воспитывали двоих детей. Как-то он не рассказывал именно про военные годы, но то, что его ранило в первом бою, можно сказать. А до этого он учился в военном училище. Вот он рассказывал. У него не было лопатки. И рука не поднималась. Рука поднималась только вот так. Поэтому он работал ретушером. Ретушер был классный, ну, можно сказать, художник. Ретушировал патлет. А тогда это было актуально, потому что все с фронта возвращались, и портреты обычно дома вывешивали. Очень много заказов было. Вот он работал хорошо, работал. Он даже работал на Арбате. И там ретушировал известных киноактеров. Детям и внукам Сергей Зотович о войне не рассказывал. Он писал им трогательные письма. А так быстро. Начало войны мне 17 лет. Направляют на оборонную работу под город Орел. В 41-м мобилизуют в строй Советской Армии в Забайкалье на пограничную полосу. В 45-м участвую в войне над японцами, где меня тяжело ранило. Был в госпитале, был инвалидом и до сих пор продолжаю работать. Участвовал в войне с японцами в Манчжурии, где и получил ранение. Кочетков Сергей Зотович награжден медалями за отвагу, за победу над Японией и орденом Отечественной войны первой степени. Запомнилось, что его призвали в 41-м году, когда ему только-только исполнилось 18 лет. То есть прямо вот в 18 лет он пошел, как раз это называлось у них учебка. И после этого на восточной границе, до самой войны с Японией, как раз во время войны с Японией, он был сильно ранен. И в госпитале лежал долгое время. Врачи боролись за жизнь, но, слава богу, они победили, и он прожил до 2000-го года. Инициативу проведения трогательной акции «Дом героя», которая три года назад зародилась на Кжельской земле, с радостью поддержали в территориальном управлении Новохаритоновское. К этой работе подключились все. И совет ветеранов, актив нашей молодежи. В общем-то, работа кипит, приносят фотографии своих прадедов. И говорят, что вот мой дедушка тоже воевал, он вот в этом доме жил. И тоже мы хотим, чтобы на доме, где был мой прадедушка, была красная звезда. В скором времени на доме номер 11 в деревне Жирово появится красная звезда в память о герое Сергее Зотовиче Кочеткове. У гордости, во-первых, за нашу страну, это во-первых. Во-вторых, за то, что наши внуки держат уровень хороший и помнят свое прошлое. Поэтому я только гордиться буду. Нет, историю свою мы чтим в семье, историю семьи, историю страны. Дети, конечно, с раннего детства, я не знаю, в патриотическом воспитании воспитаны. Не знаю, так получилось в школу, в детский сад, как-то семья повлияла. Но мы все очень гордимся своими, во-первых, предками, своими ветеранами. То, что действительно такой жизненный подвиг совершили, участвовать в войне и победив ее, и разгромив эту Германию, и фашизм. И бесспорно, эта гордость и память, она будет на века.